Алло, здравствуйте. Звонок вам с кредит Европа Банка. Звоню по поводу Светланы Вячеславовны. Знакома она вам? Да, это... Алло. Да, конечно, знакома. Сотрудник наш. Кто ваш? Сотрудник. Еще раз, откуда вы звоните? По какому вопросу? Кредит Европа Банк. По поводу кредита. Ну, я руководитель ее. Вы кредит предложите ей хотите, или что, не пойму? Оплатить ее кредит предложу. Кому? Вот я звоню на ее номер телефона. Вы сейчас поднимаете трубку, говорит, что вы являетесь ее руководителем. А у всех своих сотрудников берете мобильные телефоны? Нет, она просто в командировке и попросила, ну, переадресацию настроила, давайте так, что отвечать. Я, как бы, в курсе ее дела. Она, ну, можно сказать, заместитель мой. Что она сейчас... Ну, хорошо. Вот как руководитель вы за нее оплатите 100 тысяч рублей? Подождите, вы обоснуйте сначала. Обоснуйте, если надо будет, я за этого сотрудника и 200 оплачу. Только обоснуйте, пожалуйста. Что за, скажем так... А как вам обосновать? Вы понимаете вашу ситуацию? Звонит человек и говорит мне, уважаемому многими людьми, человеку, выслушайте меня. А вы себя так считаете? Самооценка, да, высокая? У меня очень высокая самооценка. Это вы являетесь руководителем одного человека? По крайней мере, я сейчас вижу, что вы руководителем являетесь якобы одного человека. Я так понимаю, что вы являетесь ее не руководителем, а мужем ее. Правильно я понимаю? Сейчас давайте будем честными друг с другом и решать вопросы именно по кредитным договорам. Они будут придумывать. Честными, да? Давайте, знаете, чтобы быть действительно честными друг к другу, вы мне попытаетесь доказать свою принадлежность к Европа-банку. А мне не надо доказывать. Как это? Нет, это мне надо. Вам, может быть, и не надо, а мне очень надо. Вы портальны в отделение банка. Подходите и решаете вопросы. Мне не надо платить. Я вам не даю реквизиты какие-то. Так, вообще, какого, скажем так, перепугу вы тогда звоните мне сюда? Да. Кто вы такая? Ваша компетентность в чем заключается? Если вы сказали, что мы должны честны быть друг перед другом, давайте с этого и начнем. Муж Светланы Вячеславовны, идите обеспечьте свою жену, хорошо? Что сделать надо? Идите, обеспечивайте свою жену. Свою жену по имени Наталья Викторовна я обеспечиваю. Ну, не знаю, Светлана Вячеславовна, кем он в каком случае приходит. Я вам уже 50 раз говорю, это наш сотрудник. Вы понимаете, спокойно трубку ее с телефонами. Я вам объясню, почему я это делаю. С чего вы взяли? Мне вообще впервые в жизни голос из трубки пытается сказать, что я говорю глупости. Я в своей жизни ни одной глупости не совершил и не сказал после 18 лет. Вы уже совершили ее, когда взяли трубку у Светланы Вячеславовны. Вот эти вот оценочки, пожалуйста, вы своему мужу, оценки вот эти своему мужу выставляете, да? Вы знаете, вот когда вот вы берете, набираете своих сотрудников, вы понимаете, что у вас... Сейчас вы наконец-то уже поверили, да, что я руководитель. У вас нет, не верю. Не верите, ну мне все равно по большому счету. Я просто объясняю, по какой причине? Мне прям любопытство разбирают, поговорить вот с такой особью. Особью? Вы будете еще и оскорблять? А в чем оскорбительность вы услышали? Особь человеческого рода. Четырех, четырехсот людей. Что, 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 что четырех? Вот ни один руководитель, ни один руководитель вот так общаться себе не позволит. Вы в каких, во скольких местах работали? Вы можете оценочки давать еще и заочно многим руководителям? Я строгий руководитель и в первую очередь я строг по отношению к тому, кто со мной пытается разговаривать. Я этого не ощутила. Чего вы не ощутили? Будьте добры своему сотруднику. Вы свои ощущения? Объясните ситуацию. Что там у вас гавкает? И сейчас вы в детском саду находитесь? В детском саду находитесь? Вот этот лай откуда у вас? Вот это гавканье откуда у вас? Вот это вот гавканье. Вот это гавканье откуда? Вот сейчас вот собачка... Звонят непонятно откуда. Пытаются что-то говорить, доказывать. Устраиваются звонилками прям со своих собственных компьютеров. Звонят из дома. Неизвестно откуда. И как пытаются еще на людей наезжать. Что-то там какие-то права качать. Вообще не ума не фантазии, как говорится. Но честное слово, друзья. Прямо... А вдруг это действительно руководители вот так позволять себе распускать язык. Это конечно из ряда вон выходящий случай. Я так думаю. И еще, друзья мои. Информация для тех, кто хочет встать под юридическую защиту. Для тех, кто хочет посетить наши регулярные бесплатные вебинары. Для тех, кто хочет вступить в бесплатную группу ВКонтакте. В открытую, простите, группу ВКонтакте. В описании видео, с какого бы ресурса вы не смотрели этот ролик. Вы можете увидеть внизу ту самую информацию, которая вам так необходима. А именно, сайт наш www.3waliam.ru Ссылка на нашу группу ВКонтакте. Группа открытая, доступ для всех свободный. Также ссылочка на презентацию вебинара. Теперь по порядку. Ссылка на наш сайт. Пройдя на наш сайт, вы увидите видео. Обязательно рекомендуем его посмотреть. Именно в этом видео выложена полностью вся информация, как устроена работа кредитных юристов. Пожалуйста, посмотрите это видео. Тем самым, очень много вопросов снимется. И вы будете максимально уверены в своем шаге. Значит, для тех, кто в группу ВКонтакте хочет вступить, все совершенно понятно. Проходите и вступаете в группу. Там много информации, очень полезная, регулярно выкладывается. Для тех, кто хочет пойти и поучаствовать на бесплатном вебинаре, который мы регулярно проводим. Тема вебинара «Как законно не платить по кредиту». Мы откроем очень много секретов банковских, которые так тщательно не скрывают. Тоже, пожалуйста, ссылочка в описании. Проходите, кликайте, посмотрите видео. Там есть видео обязательно. Тоже очень полезное. И регистрируйтесь. Пожалуйста, вносите в форму корректную информацию, которую предложит вам сайт. В противном случае мы не сможем с вами связаться. Мы не сможем отправлять вам информационные письма. Указывайте корректно номера телефонов. Указывайте корректно email, на которые вы хотите получить информацию. Для тех из вас, кто не видит какой-то причине описания, допустим, смотрит данный ролик, слушает, простите, с канала YouTube, в конце этого ролика будет в окошке трансляции, высветятся три иконки, так называемые аннотации. Справа будет кликабельная ссылка для подписки на наш канал. Слева будет ссылочка на видео, на видео, как устроена работа кредитных юристов. Обязательно посмотрите. Очень полезно. Ну и посередине будет кликабельная ссылка, наш логотип нашей компании с презентацией вебинара. Еще раз повторю, для тех, кто хочет ставить заявку на консультацию, на бесплатную, пожалуйста, указывайте корректно информацию о себе. Как только отправите заявочку, проверьте свою почту. Придет от нас письмо, и будут указаны телефоны, с которых звонят наши сотрудники. И если по какой-то причине вы не видите письма в папке входящей, проверьте папку спам. Бывает, что письмо уходит в спам. На этом все. На связи был Кузнецов Дмитрий. Счастья вам. Финансового благополучия, здоровья и удачи.